Слава нашему Господу! Я хотел бы сегодня проповедовать на тему «Как Твое имя?» Ну, это я взял из исход, третья глава, там Моисей обращается к Богу и говорит, вот я пойду к ним, а они у меня спросят, как ему имя, да? Или по-английски так «What is your name?» У всех когда-то в жизни спрашивали, ну, как тебя зовут? И у нас уже подготовленный ответ, да? Вот я хотел бы об этом поговорить немножечко поглубже, чем просто то имя, которое дали нам родители, да? Вообще имя человека, как значение имени или как предназначение, оно немножечко поменялось со временем. И я хочу вот об этом немножечко поговорить из Ветхого Завета, как называли детей именами, да? Вот люди по-разному называют детей и разные причины. Кто-то ориентируется тем, чтобы такого имени, чтобы не было. Вот только у меня такой ребеночек. Ну, для чего имя? Прежде всего, я думаю, одна из самых главных моментов, чтобы тебя можно было отличить. Вот я сейчас хочу кого-то из вас назвать. Имени не знаю, что мне кричать. Эй, ты! Ну, оно как-то не воспит... Вообще, ну, неправильно, да? То есть для этого нам дают имя, чтобы я написал даже в письме и отослал, и этот человек понимает, а это отрисовано ко мне, да? Оно играет роль. Но, когда мы читаем в Ветхом Завете, я начну с третьей главы Бытия, с 20-го стишка. Здесь написано так. «И нарек Адам имя жене своей Ева». Вот единственный человек на всем белом свете, который сам дал имя своей жене. А всем остальным, какое уже было. Вот так. А он назвал сам. И вот чем он ориентировался? И написано, что «Ибо...» Он назвал ее Ева, что значит «жизнь». «Ибо она стала матерью всех живущих». Имеется определенный смысл, который стоит за этим именем. Ну, в принципе, ей как бы оправдать это имя несложно было. Просто, ну, не, ну как, родить это непросто. Ну, факт тот, что это была ее способность в теле такая была у нее. И она исполнилась своей задачей, да? Мы читаем 4 глава, 26 стих, да? «И познал Адам еще жену свою Еву, и она родила сына, и нарекла имя ему Сиф. Потому что говорила, «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Теперь 5 глава, 29 стих. «И нарек ему имя Ной, сказав, «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». 16 глава, 11 стих. «И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». То есть мы видим, люди, когда называли определенным именем своего ребенка, они давали ему такое имя и значение, вот то, связанное непосредственно с тем, с чем они переживали в тот момент, какие события у них происходили, или чего они ожидали от жизни. Иакова, он назвали Иаков, потому что он за пятую ухватился у брата своего, следующий, последующий. Оно имело определенный смысл, определенное значение. Ну, я вот для интереса просто немножечко взял и почитал, чем же в современном обществе какие имена называют. Я думаю, что оно тоже, в принципе, в какой-то мере имеет такое отношение. Хотя, в общем, как на данный момент, я думаю, большинство из нас, ну, просто понравилось имя, звучит красиво, ну, я как минимум троих моих детей так назвал, ну, Славик, Тима, там, Эмилы, просто так, красивое имя мне понравилось. Ну, это Тима, Таня хотела назвать его сильно. И Эмили, наверное, тоже. А вот Милашка, это уже значение Милана, да? Это уже смысл. Милая. Это уже нужно постараться как-то его подтвердить, да? Live up to the name. Да, Миланочка? Да. Это уже нужно быть милой. Ну, пока что она справляется. Я очень рад. Энтони, да? Ну, это high, worthy of high praise, что-то такое. Ну, тут уже тоже нужно как-то что-то делать, как-то жить, чтобы доказать это имя, оправдать, да? Ну, а Симон Петр последний, это уже, я не знаю, это камень, на котором Христос основал церковь. Ну, если так, брать со значением, со смыслом. Ну, я буду молиться, стараться, чтобы он как бы оправдал хотя бы частичку своего имени. Я почитаю еще из, тоже, из Ветхого Завета, из Бытия. Вот как называли люди имена. Я это веду к тому, чтобы мы помыслили немножечко. Это все принесет нам пользу. 29 глава, 32 стих. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, Господь презрел на бедствие мое, ибо теперь будет любить меня муж мой. Потому что, мы знаем, Яков любил больше Рахиль, она себя чувствовала обделенно, и вот в связи с этими переживаниями она назвала сына, и теперь сын должен по жизни теперь идти, вот с этим именем, да? И зачала опять, 29, 33 стих. И родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне его, и нарекла ему имя Симеон. 29, 34 стих. Зачала она, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему троих сынов, от этого наречено имя ему Левий. Но что-то не прилепилось, не прилепился он к ней, так как она хотела. Еще зачала, и родила сына, и сказала, теперь-то я восхвалю Господа. Какой-то промежуток жизни, вот она прошла, и вот она, и мы видим, что у нее это произвело такие изменения, и мне нравится то, к чему она пришла. Вот это состязание со сестрой своей, и она сказала, Эценав, теперь я восхвалю Господа. И нарела ему имя Иуда, да, и перестала рожать. 30 глава, 6 стих. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, поэтому нарекла ему имя Дан, 8 стих. И сказала Рахиль, бою сильную боролась я с сестрой моею, и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим. Это то, как люди называют имена. И мы видим в этом, каждый, конечно, немножечко по-разному относится, и немножечко с разными целями, но в общем это как-то отражает его переживание этого человека, и в какой-то мере это отражается потом и на жизнь дальше этого всего человека, потому что в него как бы родители вложили вот эти ожидания от жизни. Ну вот, как Бог называет тоже, да, я хотел бы тоже об этом почитать. Я начну из Осии, 1 глава, 16 стих, 6 стих. Тоже пророк Божий, Осия, да, он, я как-то об этом рассуждал, и мне было, ну как-то немножечко непонятно, да, вот, человек, через которого говорит Господь, который знает Писание, мы знаем, к чему призывает нас Писание, да, чтобы мы были чисты, непорочны, да, если в отношении, скажем, ну, брачной жизни. Мы знаем, что Писание учит тому, чтобы человек был непорочный до того, пока он не заключит завет, да, со своей женой. И вот все равно мы как-то вот все, вы помните все, мы ждали, когда там придет первый ребенок, и вот, и вообще вот по-разному, конечно, люди относятся к таким вопросам, но те из нас, которые относились посерьезнее, то мы понимали, что за этим стоит Божье благословение. И вот этого пророку Божьему, который был верен Богу, Бог говорит, пойди, возьми блудницу. Отдельная тема, ну, так Бог, Бог хотел на жизни этого человека показать отношения между людьми, между народом Божьим и собою. И вот когда в 6 стихе написано, она и зачала, и родила дочь, и сказала, и Он сказал, Бог сказал, на реки ей имя Лорухама, что значит непомилованная. Бог хотел, чтобы Он назвал свою первую девочку имя Лорухама, непомилованная. И 9 стихе, и сказал Он, на реки ему имя еще один сын родился, Лоам, Лоами, потому что вы не мой народ. Значение этого слова не мой народ, и я не буду вашим Богом. Вот так Бог сказал этому человеку назвать своих детей таким именем. Бог хотел на примере этого человека показать отношения, которые люди, его народ относились к Богу. И таким образом Он говорил людям. Конечно, я не знаю о судьбе этих людей, но я теперь хочу перейти обратно в 17 главу Бытия, где здесь описано, что вот когда-то эти люди были названы определенным именем, Авраам, Сара, Иаков, и Бог решил поменять их имя. И вроде неплохое было имя Авраам, да, с одной буквой А. Там, по-моему, отец, что ли, означает что-то такое, или достопочтенный отец, что-то такое. С этого, с пятого стишка, 17 главы, здесь написано так. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов». Из пятнадцатого стишка. «И сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра». И мы знаем, что Бог также поменял имя Иакову. Он назвал его Израилем. У Бога было, у Бога немножечко другое отношение по отношению к нашему имени. Я больше как бы хотел об этом поговорить. То, что у нас, потому что я так рассуждал об этом, многое видел в жизни разных людей, и вот бывает, что одно и то же имя, а вот человек добрый, а другой такое же имя носит. И человек злой, да? Как бы имя не повлияло на ихнюю судьбу, хотя некоторые, я так слышал, они очень серьезно относятся к названию имени своих детей, и даже один человек мне говорил, он постится, молится, чтобы имя было от Бога. Ну, пускай это хорошо, это неплохо, но я все-таки как-то больше склонен к тому мыслить, что имя человек себе уже сам делает. И подтверждение этому я буду сейчас читать, да, из Исход 3 глава, 13 стих. И сказал Моисей Богу, вот я пойду к сынам Израилевым, и скажу им, Бог Отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, Я Есим Сущий. И сказал, так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам. По-английски I am there I am, да, то есть я есть. Он так себя назвал, да. И вот идут много различных споров по поводу произношения этого имени, и важность произношения этого имени. Вот свидетели Иеговы считают, что вот это вот Иегова, это имя. Яхве там по-еврейски, да, как-то оно звучит. Но смотрите, что он сказал на самом деле. Я, он не сказал об имени, как, ну, о каком-то определенном слове. Он передал свое состояние, то есть частичку своего характера, кем он являлся, ни кем он назывался, ни как его отличать там. Он дал одну, один из атрибутов своих, да. Я Есим Сущий. То есть я есть, я живой, я все вижу. И мы читаем, я сейчас же прочитаю, Исайя 9 глава 6 стих, здесь написано так. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на руминах его, и нарекут ему имя, какое? Чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа дает это. И я обратил внимание, что всегда, когда Бог называет себя каким-то именем, Он описывает свой характер. Он описывает тем, кем Он является. И Евангелие от Матфея, первая глава, с 23 стишка. «Вот дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». А, с 21 стиха. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Ну и 23 я только что уже прочитал, что «родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит с нами Бог». То есть, Иисус Христос, Он уже имел определенную миссию, и Он, хотя как человек, Он еще в тот момент, ну, не развился, но как существо, как Бог, Он уже имел в себе все эти качества. Поэтому все эти имена, которыми Его называли, Он уже это все в себе имел. Они описывали Его характер, Его внутренность. Можно так сказать, Его естество описывали. Они описывали то, как Он помышлял, что Он делал, какой у Него был характер. Это все говорило именно об этом. Псалтырь, 9 глава, 11 стих. Я это все ввел к тому, что нам очень важно на самом деле знать свое имя. Это очень важно. Нам очень важно знать имя Божие. Я хотел бы об этом немножечко порассуждать. 11 стих. «И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя Господи». Говорится в притчах 18 глава, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня». Да? Знаем ли мы имя Господа? Знать о Боге или иметь знание, которое не влияет на наше состояние ума, это знание, это как вера, которая мертвая. Написано, «Даже бесы веруют и трепещут». Если эта вера в нас не производит вот этого необходимого действия, то она бездейственна. Она нам не дает никакого толку. Мы знаем, когда сыны Искевы хотели сделать доброе дело, они хотели освободить человека от влияния дьявола. Он мучился сильно. Они подошли и сказали, именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел, «Мы повелеваем Тебе, выходи». Но он им сказал очень простую мысль. Он сказал, «Иисуса я знаю, и Павел мне известен. Вы кто такие? Известно ли наше имя в таком плане, как было известно имя Иисуса Христа? Что стоит за нашим именем? Что стоит за нами? От этого влияет очень многое в нашей жизни. Знаем ли мы имя Господа? Я хочу прочитать из первого послания Петра, второе послание Петра. С первой главы здесь написано так. Третьего стишка. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества». Естество – это то, кем Он является. И Петр здесь говорит, вы через это, через эту благодать, которую послал Господь, вы сделались причастниками, вы приобщились, вы соединились, вы теперь разделяете Божье естество, Его характер, Его мышление. Это то, это то, для чего Он нас избрал. Он не избрал нас просто для того, чтобы мы перестали пить, курить, говорить плохие слова, лучше одеваться, хотя это все как бы хорошо, прекрасно. Его цель – сделать нас подобными Ему. И очень важно нам понимать и иметь четкое представление, кто такой Бог, что такое, какое Он имеет естество, как Он имеет образ мышления, как Он чувствует в той или другой ситуации. Такая знаменитая фраза в английском языке. What would Jesus do? Почему Он это сделает? Почему это толкает Его на эти события? Потому что вы через них сделались причастниками Божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к Сему, все старание покажите в вере вашей добродетель. Добродетель и рассудительность. В рассудительности воздержание, воздержание терпения в благочестии, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не устанетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. Вот то познание имени Его, о котором я читал, да, в Псалтере 9 глава 11 стих, оно будет увеличиваться в нашей жизни посредством того, насколько мы будем придерживаться вот этого совета, которое Господь оставил нам в втором послании апостола Петра. то имя, которое имел Авраам, Сара, Яков, оно Бога не устраивало. И он решил его поменять. Он решил его изменить. И для этого он дал им эти обетования. У него был другой план для их жизни. Мы можем иметь для наших детей какой-то определенный план, чтобы они вот так были, вот так там что-то делали. Умные были, счастливые, богатые или еще что-то. Но это наше, как бы, ожидание. Но что ожидает Господь? Нам нужно понимать это. Нам нужно знать это. Нам нужно не быть близкорукими. Нам нужно в этом направлении наших детей и подталкивать. Меня удивляет эта история, которая не из канонической книги, когда умерщвляли детей этой матери. Семеро, по-моему, было. И на ее глазах дети, она их любила, да, но она еще имела веру в Бога. И она вместо того, чтобы пытаться каким-то образом сохранить этого ребенка для себя, мы готовы для детей отдать свою жизнь, да. Она их поддерживала и говорила, оставайтесь верными Богу. Не смотрите на убьющих. Ну, я дословно не помню, но смысл такой. Их всех предали смерти. Но она их не потеряла. Она их обрела. Они выполнили свою роль в этом мире, да. Ну, Бог так бывает, посылает. Его судьбы, они непостижимы. Почему Бог заставил этого человека назвать своих детей такими именами, да. Почему Он этих своих людей, написано, они были перепиливаны пилами, истязаемы. Те, которых весь мир, Он не был их достоин. They were the best of this world, да. Самые лучшие. Не было ничего достойного, а они прошли через это. Было Божье определение. Бог дал им определенное имя, определенную цель, которую они должны были прожить, выполнить, определенное предназначение. Деяние апостолов, 4 глава, 26 стих. Здесь написано про Варнаву, 36 стих. Так Иосия, звали человека Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сына утешения. Знаете, вот они как-то, я не знаю, насколько популярно это было, действие в первой апостольской церкви. Я знаю пару примеров, где это произошло, да. Мы знаем, что Саввл переименован был в Павла. И что интересно, он был переименован именно тогда, когда он вышел на служение. 13 глава Деяния апостолов, когда они собирались, опостились, Бог сказал, отделите мне Саввла и Варнаву на служение, которое я определил. И после этого имени появилось, после этого времени появилось имя Павла. Он стал называть себя Павлом. И он и Саввлом себя называл, но и Павлом. А вот здесь мы прочитали в Деянии апостолов, что вот этот Варнава был прозванный людьми. Он не сам себе дал имя такое. Почему они назвали его сын утешения? Так понравилось им? Я думаю, что он был таким. Они просто заметили в нем вот эту частичку характера, и они назвали его. Это сын утешения. Вот у нас, мы говорим, прозвище. Имена-то как-то непопулярно сейчас сменять, да? Ну, какие у нас бывают прозвища? Там, ну так, я знаю, из моей жизни знаю, вы этих людей, может, не знаете. Одного мы звали Грязным. Почему Грязный? Потому что он постоянно то в мотоцикле, то в машине возился, у него руки постоянно черные были здесь, грязные. Кого-то там могут называть там высокий там, ну, если, допустим, пять сереж. Ну, что, как их назвать? Вот у нас здесь Петий там. Но одного мы Петр Великий называем, да? Понятно. Он сам себя так называет, вернее. То есть, есть определенные какие-то, может быть, качества, которые потом к человеку, и даже когда мы и называем его этим именем, мы-то подразумеваем его, человека, как именно, что он представляет себя в этом мире, когда мы помышляем о человеке. Само имя – это просто бирка, да? Ярлычок, на самом деле. Это имя мы знаем, мы отличаем. А если я сказал, то мы можем отличить, что за имя. А вот апостолы, вот в первой апостольской церкви, Варнаву, они стали, они называют Иосиф, стали Варнавой. Хотя и Иосиф было, я думаю, хорошее имя. Но определенная черта характера в нем очень сильно отличалась, и они решили, что этот человек – сын утешения. И он настолько всех утешал, что все просто начали называть его Варнавой. Я хочу прочитать откровение. Это как бы, ну, кульминация, что ли, всего чего о том, что я говорил. Откровение, вторая глава. Семнадцатого стишка. Имеющий ухо слышать, то есть те из нас, которые способны слышать, слушайте, да слышат, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам его белый камень. И на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Я думаю, что Бог к нам всем поменяет имя. И я рад, что Он уже это делает на этой земле, что Он меняет наше имя. Третья глава, пятый стих. Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедаю имя Его пред Отцом Моим и перед ангелами Его. Тот, который побеждает, который, если мы будем пребывать в нашем предопределении, если мы будем исполнителями Его воли, то в один момент Бог наше имя, Он исповедует, Иисус Христос, исповедует перед Богом, как имя, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую Его имя перед Отцом Моим и перед ангелами Его. Мы знаем, что когда в начале этой книги, когда только Бог сотворил человека, написано, что Бог сотворил его по образу и по подобию своему, 26 стих, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествует над рыбами морскими, и птицами небесными, и скотом, над всею землею, и над гадами, пресмыкающимися по земле, и сотворил Бог человека по образу своему, и по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину. И опять хотел бы сказать, что это очень, очень важно нам понимать, какой у Бога образ, его образ мышления, его атрибуты, его отношения, да, к этому миру, к тому, с чем мы сталкиваемся в нашей жизни. Нам нужно понимать, как Бог на это все смотрит. Это очень важно. Если мы этого не будем знать и не будем понимать, то горе нам, мы не сможем, написано, он сотворил по образу и подобию своему. Какой это его образ? Какой образ должен в нас быть запечатленный? В каком русле должны течь наши мысли, наши чувства, наше понимание, наша жизнь? Что нам нужно от этой жизни? Что самое главное? К чему нам нужно стремиться? Какое твое имя? Какое твое имя? Ты побеждаешь или, может, нет? Ты терпишь или, может быть, не всегда? Ты сострадаешь, а, может быть, не сострадаешь? Ты смиренный или, может быть, ты не в смирении? Или, как мы говорим, гордость, да? Какое твое имя? Что движет тобой в жизни? Что тебя толкает делать одно или другое? Я хотел бы, чтобы мы сегодня прошли рентген Слова Божьего и проверили наше состояние, чтобы мы сравнили, как вот этот план постройки дома, когда мы смотрим, и мы можем проверить потом, да, вот человек, правильно построил или нет. У нас есть определенные инструменты, можем взять отвес, левел, посмотреть, правильно это все стоит или нет. Мы можем проверить. Наше имя – это то, кем мы являемся, это то, чем мы живем, это то, что мы делаем. Хотел бы я сегодня молиться перед нашим Господом, чтобы то, что Бог для нас определил, Его определение, оно исполнилось в нашей жизни. И последнее, что я хотел бы прочитать, это Откровение, 22 глава, 4 стих, в самом конце. И взгляд лицо Его, и имя Его будет на челах их. Ну, я не знаю, как это буквально, в смысле или нет, но, знаете, вот, мы как-то говорили, вот, бывает так, на кого кто похож в семье, да, так, и так, когда смотришь, там, другую семью, на того похож, на того похож. Мы там говорили, что Тантошка вот у нас, он сильно на Таню похож, по маленьким фотографиям. Он так послушал, послушал, потом так посмотрел на меня, говорит, папа, почему я на тебя не похож? Он так, мне понравилось, вот он почему-то вот захотел быть похожим на меня, да, и вот написано, что имя его будет на челе у них. Я не знаю, там будет написано, я думаю, это может быть, ну, моя такая фантазия, воображение, что мы действительно будем по образу и по подобию его, на нас посмотрят и скажут, это дети отца, это он их отец. Так бывает, так посмотришь, мне говорят, вот Славик, вылитый папа, но только папа не такой красивый, вот Славик, вот вылитый папа, но папа чуть не так. Его имя на нашем челе, это значит, все наше естество, все наше поведение, все наши мысли, все, что мы не делаем в нашей жизни, оно будет говорить о том, что мы знаем его, мы знаем, как поступал бы он в этой ситуации, в этой ситуации, в этой ситуации, как он чувствует, как на лице, какие expressions будут у него, это все будет говорить о том, что мы знаем его, мы знаем его характер, мы приобщились к его естеству, это ценнее всего остального, что мы можем в нашей жизни достигнуть, все остальное, оно останется здесь. Друзья, я хотел бы нас призвать, чтобы мы изменялись в этот образ, в образ нашего Господа. Аминь.